Всех приветствую на своем канале. Кажется, в воскресенье я делала заказ в Вайберис. Хотела сначала заказать на Азон, но что-то у меня были какие-то проблемы с доставкой. А теперь, оказывается, на Азон открылся официальный пункт выдачи у нас на Ростовской. И завтра, если доставят вовремя, то я поеду за заказом, а потом его обозрю. А сегодня у меня доставился заказ в Вайберис. Я вот заказывала в воскресенье. В принципе, по одной цене примерно оно и было. 575 рублей. Это семена Чиа килограмм. Я как-то в пятерке купила эти семена Чиа, даже делала обзор. Помимо прочего, там не только Чиа было. До конца я до сих пор еще не прочитала ту информацию, что у меня в телефоне найдена вкладка. Они мне очень часто попадались в рецептах в Инстаграм, в каких-то там кукпедовских рецептах. Не именно вот как купе, а вот то, что, допустим, выкладывается тоже в Инстаграм. Это и японские и прочее. Ну и так что-то такое периодически где-то попадалось. Много-много раз попадалось несколько лет подряд, и тут я решила все-таки его, что бы нет. Сначала увидела в пятерке, просто нигде как бы не видела, кроме Азона или еще как-то. Вот в таких магазинах интернета, что-то жабу душила. А потом прониклась и решила заказать большой килограмм. В общем, этот раз, так как я в Вайтберис заказывала, вообще-то как бы третий заказ, просто один заказ был на день рождения, у меня бонус какие-то. И у меня подруга заказывала себе одежду с моего аккаунта. А так, для меня это второй заказ, первый у меня был совершенно неудачный. Я тогда заказывала как бы корейские гели для душа по скидке, два по цене одного. Но оказалось, что это совершенно российская фирма, косящая под корейскую косметику. И российское производство, и просто производитель решил ввести заблуждение. Покупатель написал, что это вот корейский гель, но там вообще рядом ничего не стояло. И я помню эти фиолетово-малиновые пакетики в Вайтберис. Мы вместе с подругой, кстати, ходили на базу выдачи. Сейчас у нас три базы выдачи. Одна на гражданской, другая в солнечном, куда мы ходили. Но и еще на часовом где-то. Короче говоря... Ой, у меня пакетик тут порвался. Придется его под мусор перерабатывающий, жалко. В общем, вот эти пакетики неплохие оказались. Вот такой пакетик. Написано Вайтберис. Белый пакетик. На нем вот такая вот надпись. Как-то неплохой пакетик, но вот жалко, что порвался. Не знаю, что у меня там такое зацепилось в него. И вот у нас такая вот штука. Я читала отзывы, что кому-то пришел куджуту. Килограмм за 575 рублей. Кому-то пришло еще что-то. Я сначала вроде как не хотела. Потом думаю, ладно, ну это как бы на базе увижу на момент, когда буду забирать. А если что-то не то, то... Хотя откажусь. Хотя было написано, что вот от этого товара вы не сможете отказаться. Ну и, короче, шла это я на удачу. У меня кот полез на стол. Тише. Тише. Свалил. Я даже не знаю, что у меня там такое, что он захотел полезть на стол. В общем, тут у меня семена чиа. Темненькие, серенькие. Целый килограмм. Так. Арти. Так. Семена чиа. Тысяча грамм. Семена чиа. 22.06. Этого года сделанные. Масса нет-то килограмм. Срок годности 9 месяцев. При температуре не выше 25 градусов Цельсия. Относительно влажности не более 75%. Кто у нас его делал? Точнее, где оно вообще? Упаковано в вакууме. Под вакуумом. Какой-то там предприниматель из Краснодара. Адрес производства Адыгейск. Ну, и как писали в комментах, неизвестно, какая страна производитель. Но мне, в принципе, не важно, какая страна производитель. Я бы не удивилась. Ну, обрадовалась бы, допустим, если бы эти семена можно было вырастить в России. Фирма называется просто здорово. Вот оно упаковано в такой пакетик. Розрачненький. Я его потянула в разные стороны и он открылся. Сейчас мы его достанем. У меня есть халявный пакетик, который еще не порвался. У нас тут есть красная клипса. Вот. Может быть, она мне пригодится в чем-то другом. Ну, что мне кажется, эта красная клипса сюда никак не подойдет, если только пересыпать это вот все. Утрамбованная. Ну, тут слегка нажимается. Кто не в курсе, если вы не подписаны на мой инстаграм, то вы вообще, я думаю, не в курсе. Потому что я как-то мимо ютуба, мне там удобнее выкладывать фоточки и постик писать. С воскресенья у меня случился понедельник. Ну, обычно же с понедельника я начну такую-то новую жизнь. Но у меня воскресенье случился. Я снова стала заниматься маханием гирей, делать утреннюю гимнастику. Она у меня не всегда была полноценная, теперь полноценная. И решила неделю пропить семена чел, потому что у меня как бы некоторые проблемы с желудком, с першеварением. Ну, если интересно, вы можете пройти по ссылочке. У меня, кажется, в каждом инфобоксе под каждым роликом, ну, практически, короче, в инфобоксе под роликом каждым есть ссылочка в инстаграм, есть ссылочка на самом канале в инстаграм, но если вам совсем религия запрещает и хочется именно мой ник, но ник такой же, как на ютуба everforever. И там я как бы всю такую информацию даю. Я прочитала, что неделю, допустим, подобавлять в еду эту чел по утрам, по большей части, там смузик или молочко размочить. Ну, можно делать там всякие пудинги и все такое. Или, допустим, даже в кашку или в творожок добавлять именно по утрам, но можно еще и по вечерам, тогда вы еще и похудеете. То как бы за неделю должна вот вся эта микрофлора в желудке и вообще пищеварение должно наладиться. И поэтому я решила недельку так поэкспериментировать. Сейчас у меня третий день. Я как бы не блюду там какую-то супер диету, если вдруг вы думаете, что там худею или еще что-то, но добавляю в еду чел. И вот первый день как бы смотрела, что у меня так, как я реагировала в мой организм. Вообще, если интересно, кстати, можете дать мне в комментах такую темку типа «Лёля, запиши ролик там по прошедшей неделе или там по середине недели. Убросил свое мнение, скажи вот, расскажи там про свою диету и все в таком духе». Если вас, допустим, религия запрещает в инстаграм зайти на меня подписаться, либо просто смотреть вот это все почитать. Либо же вам удобнее, допустим, в видеоформате информацию воспринимать, так что дайте знать комменты и я запишу отдельный ролик. Но если нет, то там как бы есть. Я скидываю фотку и я никого не спрашивала, не делала, а просто типа «Люди, вам интересно, что я тут пишу?» Я просто вот введу там как бы бложек и сделала так, как хочется мне, забив на мнение окружающих. Поэтому, в принципе, я решила, что вот 120 рублей за 100 грамм в пятерке это как-то, ну, дороговато, если покупать по 100 грамм пакетик. Оно, конечно, экономичное, там столовой ложки на стакан на сутки и хватит. Правда, с сегодняшнего дня я решила с вечера вот на ужин либо вот уже, ну, как бы на поздний ужин перед сном практически там часа за два выпивать маленькую чашечку вот этих размоченных семян. И поэтому я решила, что мне надо килограмм чья. Теперь у меня есть килограмм чья. Я не знаю, хватит ли мне девяти месяцев, чтобы его захомячить. Может быть, успею, а может быть, нет. Ну, в общем, я порешила, что 575 рублей за килограмм чья-то дешевле, чем покупать 10 пакетиков по 120 рублей в пятерке. Ну, там 119 с копейками. Кстати, в пятерке до сих пор оно продается. Сегодня мы с подругой были. У нас в пятерке солнечном продается это чья. В отделе там, где всякие прибамбасы для роллов, соусы, приправы и прочее. Напротив, вот в пятерке это именно напротив замороженных овощей, рыбы и мяса. В общем, вот этот семена чья. Внезапно там все очень хорошо было. Там один человек стоял, мы с подружкой пришли. Там слева, точнее, справа эти кабинки для примерки. Слева вот приличное такое помещение. Солнечный 12, кстати. И вот это счастье я забрала. Можно было взять пакетик. У меня как бы была сумка, но оно немножко тяжеловато и большевато для сумки. И подруга спросила пакетик под свой огромный заказ из 7 штук. А я решила, что раз подруга спросила, то, наверное, можно тоже пакетик попросить. Вот пакетик не выдали, раз он сорвался. Теперь вот у меня есть килограмм чиа. Если вы лопаете чиа, обледете какие-нибудь ПП диеты или еще что-то, просто дайте знать в комментариях. Ну, интересно, кто-нибудь там еще загонялся по этой чиа. Если не бледете, но ели просто чиа, тоже дайте знать в комментариях. Ну, или так просто, что вы еще можете написать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.